Всем привет, мои хорошие! Сегодня начинаем с вами влог. Я только что примчалась суток. Мой котенок еще спит. Я пока себе приготовила завтрак. На улице у нас уже красота. Все цветет, погода сегодня замечательная, но планов никаких нет. Сейчас какие-нибудь с вами бьюти-процедуры поделаем, потом уборка. В магазин я всегда заезжаю после суток. Сейчас проснется мелочь, и будем завтракать. Вот такое у нас уже все зелененькое, погода классная. Пока дождя нет. Дождь, конечно, заколебал. Он сейчас нужен, но он действительно, девчонки, заколебал уже. Не прогуляться, никуда не выйти. Очень тепло. У нас на сегодня, по-моему, градусов 20, и с утра уже прям вообще красота. Сейчас, девчонки, 9 утра. Я запарила себе вот такой вот завтрак. Здесь у меня вот такая вот каша, 5 злаков, вот, и курага. из пятерочки. Абрикос. Вот такой. Для того, чтобы было послаще. Сейчас она еще немножко постоит. Дочери в пятерочке сегодня купила вот такие ништяки. Там сейчас акция на них. Она любит именно вот такие вот. С этими шариками йогурта на завтрак. И вот такое пирожное, кстати, тоже сейчас в пятерочке. Они рублей по 50. По-типу бисквитного киндер-пингве. Здоровайся. Скажи, привет. Привет. Скажи, я так скучал. Когда я прихожу с работы, он меня, как собака, прямо на меня набрасывается, вот так за ногу обнимает. Куда ты пошел? Максик. Максик. Ну, поди же. Ну, ладно, ладно. Только назови его по имени, он все же. Максик. 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 Ты такой ласковый, да? Максик. Ой. Максюшка. Максик. Ну, ты такой же классный. Когда наша Ксюша проснется уже? Совсем заспалась, да? Обычно она у нас... Вот. Обычно она у нас встает вместе с солнышком. А тут спит и спит. А нам уже скучно без Ксюши, да? Нам надо ее разбудить. Девчонки, еще впервые сегодня в пятерочке взяла вешенки. Я никогда с ними ничего не готовила. Вообще никогда. Я надеюсь, что они вкусные. Искренне. Сегодня что-нибудь, может быть, с вами вместе тоже вкусненько приготовим. Культивируемые. Девчонки, кто что-нибудь с ними готовил, напишите. Потому что я не представляю даже. Ну, наверное, это как обычные грибы. Может, какую-нибудь картофельную мясную запеканку сделаем. Я сажусь завтракать. Потому что ребенок ему все спит и спит. Поэтому буду завтракать без нее. Сегодня решила-то спаться, наверное, за все дни. Вот моя каша. Вот она. Я вообще люблю овсянку, на самом деле. Мне просто иной раз лень ее запаривать с утра. Ой, с абрикосами вообще красота. И овсянку у нас считается каша красоты. От нее и волосы, и ногти становятся лучше. Девчонки, смотрите, у меня свет так падает от окна. У меня такой ядерный цвет волос. И вообще, на самом деле, я хотела красные волосы. Искала тоник очень долго для поддержания яркости. Пересмотрела все. Везде какой-то розовый оттенок на пачке. Взяла свой любимый престиж тоник, который я брала, когда пепельная была. И он был ярко-красный на пачке. Ну, вот он ярко-красный. Кровавый мэри оттенок называется. Опять и какая-то розовая. Так что, не знаю, буду искать красный тоник дальше. А вообще, я думала, фикс-пресси сделает заказ. У них сейчас, кстати, есть не только самовывоз, но и доставка. Но, правда, на доставку на сайте очень маленькое количество продуктов. То есть, ассортимент вообще никакой. А на самовывоз побольше. Там у них есть хна. Хна. Кремовая, не сухая, чтобы не разводиться. Вот этим со всеми делами не возиться. Кремовая хна. Я хочу поверх, может, через недельку. О, самые бедные так уже. Таким испытаниям подвергаются. Вот эту вот хну в оттенке огня на рыжей. Нанести поверх, чтобы слегка убрать вот этот розовый оттенок. Вообще, розовый не хотел быть, девчонки. Конечно, это сейчас тоже очень мутно. Но я хотела быть красной. Ладно, буду ждать, пока проснется ребенок. Есть свою кашу. И потом вместе с вами какие-нибудь масочки потестим. Вы у меня просили еще снять видео про ароматы. Отдельное видео снимать не вижу смысла, каким я пользуюсь. Я вам тогда в этом влоге тоже покажу свои ароматы. Такие мне больше все нравятся. У меня не так их много. Вот. Так что, вот так. Вот. Кто это такой холесенький проснулся? Кто это? Кто это такой холесенький проснулся? Доброе утро. Доброе утро. Максик дождался Ксюшу, да? Проснулся. Вот он. Вот он, котик. Котик, это наш маленький. Наш, конечно, наш. Ну что, девчонки, мы убрались, навели порядок, помыли полы, пропылесосили, протерли пыль. Теперь можно заняться собой. Сейчас хочу хорошенько почистить лицо. После суток почему-то на работе, мне кажется, что оно у меня очень грязное. И я прям прибегаю к самым таким своим агрессивным средствам. Для этого буду использовать пилинг гель. Ай-Сеул, скаточку, да? И какую-нибудь интересную маску сейчас с вами выберем, какую я вам еще не показывала. Маску решила выбрать вот такой Avon Planet Spa. Это у нас русская баня с экстрактом сибирской сосны и эвкалипта. Маска для глубокого очищения кожи лица. Пусть у нас сегодня будет день очищения. Потом еще буду делать маску для волос вместе с вот этим вот перцовым маслом ботаника. Девчонки, как мне нравятся вот эти вот квадратные диски из фикса. Это просто кайф. Двумя ватными такими дисками можно лицо очистить вообще капитально, капитально. Сейчас буду снимать макияж, так, где моя повязка. Еще откопала у себя в холодильнике вот такую вот экспресс-маску для кожи вокруг глаз, натуральную. Это у нас Викосметик, да, Викосметик. Устраняет отечность, освежает взгляд. Она такая интересная. Вот такая вот какая-то как кашица белесая. Не, ну запах еще более-менее, в принципе. И она у меня стоит в холодильнике, потому что эта косметика натуральная. Еще за счет того, что она холодненькая, мне кажется, отечность должна убираться круто. Так, сейчас я снимаю макияж вот этими огромными дисками. Так классно смывать макияж, когда у тебя коричневая тушь. Нет никакой черноты под глазами, даже когда вот так вот размазываешь, да. И ватные диски чище. Так прикольно, девчонки. Я подсела капитально по ходу дела на коричневую тушь и буду брать пока только ее. Вот так вот хоп, и все. И красотка. Ну не красотка, а все быстро смылось. Когда тушь черная, блин, все равно как-то мне нужно больше ватных дисков всегда. И зрелище не для слабонервных, скажем так. Вот. А этими прямо вовсе дисками огромными. И хватает двух за глаза, а то и одного. Ну двумя просто как-то удобнее, подручнее. Так, сейчас мы чем-нибудь с вами смоем мицеллярку своей любимой пенкой. Где же у меня такая новая, девчонки? Давайте мы с вами новую протестим, перевыпуск. Потому что у меня это еще много. И боюсь, не скоро вам оставлю отзыв о новой. Да, вот этот вот перевыпуск нутриэффект. У них потому что составы разнятся. И мне хочется попробовать, а я никак вот до нее не дойду. Так, в принципе, такая же пена выдает много. Вот про что я говорила, да, сейчас в последнем видео у Фоберлик Беспрекрас, где там вот этот сензим и мусс выдает мало пены, она рыхлая. То здесь вот сколько пены, и она плотная. Так, я сейчас пенку моюсь и вернусь. Девчонки меня лгали, что я не выключаю воду, девчонки, я выключила воду. Так, теперь сейчас сделаем скаточку, наверное, и потом будем делать маску для волос. Скачка нереально крутая, девчонки, вообще я ее прям обожаю. Она так круто вычищает поры, и здесь вот эти вот частички, как у гаммажа мелкие, да, их много. Помимо того, что это скатка, это еще и гаммаж, я бы так сказала. Пилинг может быть, конечно, тоже, да, она пилингует здорово, скрабирует эта штука. Поэтому мне очень нравится. У меня эта зона прям аж пощипывает от этой скатки. Продукт классный. Взамен нашей любимой скатки, которую убрали и не перевыпускают уже давно, вот этот продукт крутой. На скидках можно взять, так, конечно, дорого. Вот уже все скатывается. Не, не помню, вам показывала я ее, эту скатку в работе. Все будет скатываться, лицо будет чистое, чистое, гладенькое, гладенькое. Я очень люблю ее. И, девчонки, опять, кто мне пишет? Зачем вы трете под глазами? Я люблю так, девочки. Я люблю так, моей коже нравится. Я обязательно всеми средствами, которыми прохожусь по лицу, прохожусь и по коже век. И в мои 35, насколько вы можете заметить, у меня нет морщин возле глаз. И веки у меня тоже себя чувствуют прекрасно, не опустились, не стали дряблыми и так далее. Я так делаю всегда, я так делаю всю жизнь. Если у вас чувствительная кожа, и все косметологи советуют так не делать. Но я считаю, что все-таки все индивидуально. Я не могу не очистить кожу глаз, потому что я знаю, что такое морщина. Морщина – это плохо очищенная кожа, которая со временем загрубевает, за которой плохо ухаживали, плохо очищали. И образуется вот такая вот трещинка на этой плохо очищенной, загрубевшей поверхности. Поэтому я не хочу, чтобы мои веки были плохо очищены и на них появились морщины. Поэтому я делаю именно так. И мне так нравится. Лишний массаж и кожа век никогда не повредит. Я не тру так, конечно, их как Т-зону, но обязательно по ним прохожу. Все, буду скаточку смывать. Все, красота. Девчонки, кожа очищена. Вот тут прям красная такая. Кто-то мне написал еще под видео, вы используете фильтры какие-то для того, чтобы лицо было более гладким. Девчонки, я никакие фильтры не использую. Я снимаю на свой телефон. Опа! У которого довольно крутая камера. И у меня в ванной достаточно темно. Две маленькие лампочки только горят. Может быть, поэтому кажется, что я использую какие-то фильтры. Никакие я фильтры не использую. Вот моя рука. На ней есть линии жизни и так далее. Ну, какие фильтры, я не знаю. В общем, после скатки обязательно тоник перед маской. И сейчас я, наверное, девчонки, помою голову, потому что вот это масло, оно работает лучше на мокрых волосах. Я и после масла ее буду мыть еще раз все равно с шампунем, получается, чтобы смыть масло. Но на мокрых волосах оно работает гораздо круче. Я на корни буду наносить вот это маслице, а на кончики, девчонки, хочу... Где у меня была коза Дереза? Куда-то делась. Ладно, в принципе, у меня много баночек еще от Фитокосметик. Какое у меня здесь начатое, сейчас такое и возьмем с вами. Вот это вот маслице крапивное для всех типов волос. Обожаю их вообще самый, наверное, любимый продукт для моих убитых кончиков. Вот прям обожаю. Так, все, пошла голову мыть. Уже нанесла перцовое масло на корни. Сейчас немножко пройду с щеточкой, но уже жжет так хорошо. Вот. И буду наносить густое масло. Ох, как жжет-то уже печет, класс. Готово, девчонки. Все, надела шапочку. Шуршит она у меня там. И сверху полотенчик погрею. Масло густого нанесла побольше, чтобы добиться эффекта ламинирования. Так, теперь у нас с вами маска. Голову печет трындец. Так, сейчас вот это вокруг глаз. Я второй раз ее только пробую, пока не пойму даже вообще, что это и с чем это едят. Она еще так наносится странно, как творог, девчонки. Вот как. Такая консистенция. Так же странно это все выглядит. Разносить ее тяжело. Так, и сюда. Во. Блин, вот все равно видите, как она наносится странно. Ее даже не разнесешь. Она, конечно, чуть на лице подтаивает, но все равно неудобно очень. Ну, так более-менее. Вот. Круто. И сверху, избегая этой зоны, нанесем с вами русскую баню. Она неплохая маска, в принципе, но засыхает в корку. Мне сейчас так не нравятся эти маски, которые засыхают в корку. Мне так не нравится с ними возиться, что я в последнее время стараюсь заказывать только кремовые. А эти уже, так сказать, добиваю. Ну, вот правда, не нравится. Уж лицо свое чуть подсушить и очистить я могу и всякими кислотами, пилингами. И маска мне для этого не обязательно вот такая вот. Глиняные маски, это, конечно, здорово. Хорошо. У меня, кстати, есть, девчонки, надо было с вами сделать глиняную настоящую. У меня есть глина, привезенная с моря. Она прям кусками. От нее отламываешь кусочек. Давно я эту масочку не делала. Там целая коробка глины. От нее отламываешь кусочек. Водички немножко наливаешь. Она размокает. И до сметанообразной консистенции доводим и делаем на лицо. Вот это действительно крутая глина без примесей, без всего. Ну, природная обычная глина без всяких ароматизаторов или еще чего-то лежит у меня. Я никак не из расхода. От нее тоже крутой эффект. Вот я вижу. Вот действительно крутой эффект. И лицо подтягивается как-то вверх. Прям лифтинг даже какой-то эффект, да? Ну все, девчонки. Я обмазалась вся чем только можно. Сейчас буду показывать вам свои ароматы. Помню, обещала. Так, девчонки. Ну и вот все мои ароматы, которые сейчас я пользуюсь. И не пользуюсь даже. Вот этот лак у меня стоит с прошлого лета голубой. За прохождение стартовой программы. Легкого старта, да? Он мне пришел. Я им, в принципе, пользуюсь. Но как-то, знаете, так вот по настроению. Он классный. Он классный. Мне нравится. Шлейф у него прикольный. Ну вот как рука ляжет, говорится. Да, так вот и достают. Вот инкадесенс у меня уже кончается. Ой, Ксюш, подай, пожалуйста, инкадесенс большой вот тут стоит. Духи. Ага. Я брала 30 миллилитров себе по хорошей цене. Еще в начале весны, мне кажется, все кончается. Пойдет в пустышки сейчас. Спасибо. Вот 50 миллилитров у меня стоит инкадесенс. Все-таки для меня он пока в фаворитах. Я люблю его, обожаю. Мне очень нравится его шлейф. Он крутой. Он очень древний, очень крутой. И все равно вот я люблю. Не так даже первой нотки, как вот когда он выветрится на следующий день, как пахнет от одежды и так далее. Так, что у меня здесь еще? Здесь у меня еще мне дарила знакомая вот такой парфюм английский. Джо Малон. Я не знаю, что это такое, девчонки. Я в элитных парфюмах не разбираюсь. Он классный, он суперский, он ни на что не похожий. Люблю. Так, инканта у меня стоит, сиреневый. К нему как-то тоже не сильно тянется рука по настроению. Но он тоже прикольный, мне нравится. Есть в нем пудровые какие-то нотки. Шлейф очень интересный. Так, потом. Вот этими духами относительно активно пользуюсь. Это у нас Киллиан. Это мне тоже дарили. Это дорогой парфюм элитный тоже. По-моему, в районе 25 тысяч, мне кажется, он даже стоит. Это подарок. Тут аромат тоже крутой, тоже крутой. Ни с чем не сравнимый, ни на что не похожий. Сладко. Как вот даже сказать, нетерпкие. А вот какие-то нотки такие интересные. Ну, кому интересно, на сайте посмотрите. Вот этот вот Киллиан. И что-то тут еще. Какие-то два слова. Так, а вот этот пюр у меня стоит. Мы заказывали девочке его. Он у меня не пришел. И мы ей заказали другую водичку. Он у меня пюр этот так и стоит. Может быть, зайдет на лето. Потому что, ну, как-то мне он не очень нравится, вообще, если честно. Но на лето, может быть, и зайдет. Я знаю, у этой водички много есть любителей. Я даже, по-моему, ни разу не пшикалась. Мне как-то вот так. Ну, на лето, в принципе, может и пойдет. Есть у него какие-то свежие нотки, но он все равно какой-то сладкий. Сладкий, древесные нотки. Ну, ничего. Пусть стоит, ждет своего часа. Вот, в принципе, и все мои ароматы. У меня нет никаких залежей. Что-то, если у меня скапливается, я либо маме, либо подружкам, ну, знакомой, соседке отдаю. Либо, если мне приходят в подарок какие-то туалетные воды, я девчонкам там на работе раздаю. Все. Я не люблю, когда у меня залежи. Я люблю, когда у меня есть то, что мне нравится. И вот, собственно говоря, вот и все. Ну, кто-то тут танцует. Я еще вообще вот этими духами пользуюсь. Да, вот этими духами. Они тебе больше всего тоже нравятся, да? Да, мне я им когда-то пользовалась. Ну, круто. Сейчас буду делать обед. Котенок у меня будет есть лапшичку, а я себе буду делать. Мне очень нравится в последнее время. Купила такой сегодня хлеб в пятерочке. Вот такой первый раз не было у моего любимого со злаками, но вот тоже, по-моему, что-то типа того. Вырезаю из него по контуру сердцевинку, серединку сейчас, и туда внутрь яичка, и на сковороду. Сейчас покажу. Вот так это все выглядит. Вырезала серединку. Хочу положить немножко сладкой кукурузки. Но когда есть перчик сладкий, кладу перчик. Так, тихо, не стреляю меня. Это все на довольно сильном огне делаем, так что нужно, чтобы яичка поджарилась. И теперь разбиваем сюда в серединку яичка. Вот. Посолили, поперчили, добавили любимых специй, ингредиенты. Можно ветчины добавить, ну, в принципе, чего угодно. Хочу добавить острого перца. Как бы у меня сейчас не высыпалось, сиди уже много. Ну, давай чуть-чуть. Ну, вот, достаточно. Все. И таким образом сейчас он с одной стороны поджарится, и мы лопаточкой перевернем на другую сторону. Фокус. Вот так. Оп. Ну, ну ты чего? Ну-ка разворачивайся. Опа. Вот. Вот так. И с другой стороны немножко. Вот такой бутер у нас получается. Внутри с яичком, с любимыми, с вашими ингредиентами. Корочка хлеба хрустящая. В общем, всем, кто кушает, приятного аппетита. Маска Миштем застыла в корку. Сейчас мы будем... А вот та, которая вокруг глаз, смотрите, она почти вся впиталась. Круто. Сейчас я буду вот таким вот спонжем. Нет, сначала вот этой щеточкой. Я вам уже показывала ее размачивать вот так. Ну, чтобы лишний раз кожу не травмировать, да? А потом вот этим спонжем все смывать. Снова тоник. И хочу, девчонки, не знаю, стоит у меня рука к нему не тянется. Вот этот крем от Faberic Expert, да, с моментальным настоящим эффектом. Мы сейчас попозже, тем более, пойдем на улицу. Исплевка нужна. Немножко прогуляемся. Пойдем, сходим, может, на мост, где людей нету. А если получится, покажу вам наш святой источник рядом с домом. Хочу дать ему второй шанс. Ну, потому что не тянется к нему рука какая-то как замазка, девчонки. Некоторые мне девочки писали, что используют его как тональный крем летом, но я не представляю, потому что он создает под собой на коже парниковый эффект. Я не знаю, как его как тональный крем можно применять летом. Потому что, ну, он очень... Смотрите, как он по тонику разносится. Да, все, так и пойду. Тоник не до конца высох, и вот эта замазка осталась на подбородке. Представляете? Лицо выбиливает он, конечно, для тех, кто именно с этой целью его хочет, да. Но все-таки надо проверить, девчонки, не утяжеляет ли он кожу. Вот видите, как он разносится. Но это трындец. Я не знаю. Возможно, в этом что-то и есть. Я чего-то не понимаю. Но я потестирую. Я сейчас несколько дней им попользуюсь. И потестирую. Гейша. Мне еще сейчас губки красным обвести. Она вообще такая белая. Это еще камера вам так не передает весь этот ужас. Пойду разносить его. А сейчас немножко тоник. На тоник уже впитался. А вот лицо у меня осталось белое-белое. Трындец. Вообще. Аж перепады электричества. Вот более-менее разнесла его. Но у меня такая разница получается с шеей. Вообще. Его вот чуть-чуть не возьмешь, чтобы нанести. Потому что он плохо разносится. Возьмешь капельку, но тебе ее не хватит, чтобы разнести по всему лицу. Потому что он густой. Просто капец. Продукт такой противоречивый. Вообще. Ну ладно. Вот вроде более-менее. Но я белая. Ладно. Пойдем обедать. Вот, девчонки, при дневном свете, как выглядит кожа. Вроде как и нормально все. Да, чуть выбелилась такая сияющая. То он выровнялся. Ну не знаю. Буду пробовать сейчас несколько дней подряд. Прям буду пользоваться только им. И смотреть. Сейчас, девчонки, будем с вами готовить запеканку творожную. Очень вкусную. Как из детства, как из садика. Я делаю творог сама. Сейчас покажу, как. Если у вас осталось молоко, прокисшее, да, вы не выпиваете. Или кефир, или еще что-то. Все сливать сейчас будем в одну кастрюлю. Мне на работе дают молоко за вредность. Да, и оно почему-то вот так быстро скисает. И здесь у меня еще кефир. Так, девчонки, еще одна у меня была в холодильнике. Пачка молока. И вот все эти четыре пакета я сейчас буду выливать в кастрюлю и нагревать на огне. Вот у меня как раз 4 литра. 4-х литровая кастрюля здесь. 2 кефира, 2 молока. Иногда чистый из молока. Но, в общем, что есть, из того и делаю. Потому что у нас молоко только с кофе. И редко ребенок там с хлопьями, с шариками кушает. И оно постоянно у нас остается и постоянно скисает. Подолгу стоит. Вот. Поэтому я вот таким образом за несколько дней, за неделю, может быть, даже у меня набирается, я делаю творожную запеканку. Обалденно вкусную. Сейчас это все дело будет подогреваться. Если кто-то подогревает до состояния 60 градусов, я все-таки довожу до легкого кипения. Прям закипает, выключаю. И потом покажу вам, что будем делать дальше. А пока нам нужно замочить с вами манку. Девчонки, представляете, я забыла купить сегодня манку. Так, значит, будем делать с мукой. Нам еще нужно будет 3 яйца, ванилин, чуть-чуть разрыхлителя теста, сахар, соль. Вот такой у меня агрегат. Для смешивания, сейчас мы сразу будем все с вами туда засыпать и перемешивать, а потом уже добавим творог. А так, обычно, я беру тарелочку, туда наливаю немножко воды со сметаной пополам разведенной и ложек 5 столовых манки. И пока у меня варится творог, то набухает вот эта манка, и я добавляю манку. Ну ладно, нет так нет, будем делать сегодня с мукой. Что ж теперь поделать? Я, наверное, возьму тоже ложек 5 муки. Девчонки, обязательно добавляйте соль. Вот если соль не добавишь в запеканку или в сырнике, совсем чуть-чуть, прям вот не то. А с солью прям я сбилась со счет. Мне кажется, нет, мне кажется, ложек 7 я добавлю, наверное, манки у меня обычно больше бывает. Вот так вот. Да, хватит. Еще одно. Мне, потому что там творога более-менее много должно получиться. Так, муку убираем. Немножко разрыхлителя теста. И, просыпался, зараза, ванилин. Как вот мне его открыть одной рукой, девчонки? Три яйца у меня уже здесь. Ванилина буду сыпать целую пачку. Это же самый смак в запеканке. Так, и теперь сахар-соль. Иди сюда поближе. Так, здесь у нас что? Сахар. Сахара, наверное, две столовые ложки. Три. Три столовые ложки. Три столовых ложки. Вот. И соли. Вот так, девчонки. И вот так обязательно соли. Так, теперь мы это все дело будем перемешивать и ждать творог. Еще, девчонки, самые главные ингредиенты для нежности, но и для консистенции. Немножко молочка на глаз. Может, грамм сто. И сметаны. Я сейчас положу вот то, что у меня здесь осталось. Сметаны я ее положу. Пойдем гулять еще. Купим баночку, которую будем кушать вместе с запеканкой. Вот что осталось, сейчас туда тоже выложу. Так она будет прям вот еще нижней. Закрыла, девчонки. И начинаем это все перемешивать. Блендером или у вас, может, как у меня, вот такая есть бандура. Хоп, и все. И туда сейчас у нас, когда творог сварится, пойдет туда. Творог уже начинает, смотрите, сворачиваться. Тут даже масло, наверное, вот это желтое, да, девчонки, кто варит творог, сам расскажите. Прям вот красота. Сейчас ему еще чуть-чуть, прямо все. Вот уже вся масса начинает закипать. И я выключаю. Творог весь у нас наверху. И сейчас, что я буду делать, девчонки, половником. Буду все это вычерпывать. Вот в это ситочка класть. Слегка придавливать сверху половником, чтобы лишняя жидкость сошла. И уже сам творог я буду сразу перекидывать вот в эту жежку. Я вам сейчас постараюсь показать часть процесса, чтобы вы понимали, как это вообще выглядит, да. Вот он творог, но здесь есть и жидкость. Смотрите, я вот так ситочка его переваливаю и слегка придавливаю половником, чтобы жидкость вся лишняя стекла. Потому что у нас там и так масса довольно жидкая. Так, вот видите какой творожок. Он, кстати, безумно вкусный. И сюда. И так далее. Я сейчас весь творог процежу, так скажем. И будем ставить запеканочку, готовиться. В кастрюле остается уже одна только сыворотка. По-моему, так ее правильно называть. Некоторые девчонки рассказывали, что пекут на этой сыворотке блины очень вкусно. Я ее, как правило, выливаю. И вот у нас что получилось. Сколько творога. Практически вот это вся у нас полная миска. Мы сейчас с вами это тоже все смешаем. Будем выливать форму. И отправляем в духовку. Выливаем все это дело в форму. Я выстила ее фольгой и смазала маслом. Потому что я не люблю девчонки мыть форму. Очень не люблю. Видите, какая консистенция такая? Кремообразная. Вот у меня полная форма получилась. И все. И отправляем в духовку минут на 30, наверное, при градусах 180. У меня в этот раз прям много вышло продукта. Тогда было поменьше. Я минут на 20 отправляла. Все, ставим. Пока готовится запеканка творожной девчонки, сейчас буду делать картофель. Уже почистила, порезала картошку вот такими дольками. Курицу кубиками и вот эти вешенки. Сейчас буду все это перемешивать и заливать. У меня здесь молоко и ложка сметаны. И соль. И все. Кто любит, добавляет лук, чеснок. Мне последнее время что-то это все так надоело. И я вот без всего. Сейчас все это перемешаем, зальем. И будем форму выкладывать. Все уже в форме. И сейчас я буду накрывать фольгой. Вот это все дело. Проткну ножичком в нескольких местах. Поставлю в духовку. И потом уже в конце, за 3 минуточки, за 5 посыплю сыром. Сыра у нас нет, поэтому мы с вами сейчас пойдем гулять. И купим сыр. Вот такая, девчонки, красивая запеканка. Она что-то у меня за края начала вылезать. Внутри нежная, нежная. Прям торожок. Мы ее пока трогать не будем. Пусть она остывает. Мы пошли на улицу. Так, мы экипировались. Решили сегодня покататься на роликах. И первый раз так вот активно. Потому что купили их только в конце того лета. Ну что, поехали? Поехали! Дошли мы до нашего моста. У нас здесь такая красота. Ой, я в краску ляпалась. Вид очень красивый на самом деле. Да, видите? Это одна страна. У нас здесь железнодорожный мост, прям рядом с домом. И вот там есть природа, куда можно ходить на шашлыки. Кустики. Там никто тебя не тронет. Там, там, да. Мы на роликах, представляете, залезли на мост. Я посмотрю. Краску. Да, у нас тут его красили недавно. Вот мы залезли на наш мостик. И смотрите, какая у нас тут красота. Огрождают железную дорогу. Тут все копали. Там еще пути. Не уроню, не бойся. И вот это наш святой источник. Здесь признали самой чистой воду в городе. И его осветили. Приезжал батюшка. И там теперь иконки. И он считается святым. К нему есть спуск. Вот такой вот. И дорожка через пути. А вот там, собственно говоря, полянка. Куда мы ходим отдыхать. А вот он спуск. Вот он спуск. Сейчас, котен, скажешь. Вот он спуск к роднику. И вот такой тут классный, красивый вид. Очень люблю гулять на мосту. Ну, мы когда едем на юг, да? Мы проезжаем возле дома, да? И видим этот забор. Ты не завались, только пожалуйста. Не боюсь. Давай, тихо, тихо. У тебя тормоз, пятка, не забывай. Не бойся. Ну, все, говори всем пока. Будем прощаться. Скажи, берегите себя. Да, берегите. Ну, хоть бы вернулось бы. Берегите себя. Воздушный поцелуйчик. Ну, все, мои хорошие, я тоже с вами прощаюсь. Надеюсь, влог получился интересным и насыщенным. Всех люблю, целую. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok